Несмотря на то, что отношения в паре Майя Донцовой и Алексея Купина по-прежнему далеки от идеала, молодые люди твердо намерены пожениться уже этим летом. Более того, вовсю выбирают даты предстоящего торжества. Правда, в этом вопросе все оказалось не так гладко, как хотелось бы самим ребятам. Помимо того, что на красивые даты претендуют Татьяна Масульбес и Виктор Литвинов, так еще будущие молодожены ну никак не могут определиться. Более того, дошло до того, что Майя была вынуждена обратиться за помощью к подписчикам. Выбор стоит между 8 и 18 августа. Роман Капаклы хочет выиграть в конкурсе «Свадьба на миллион», чтобы сыграть свадьбу с Мариной Африкантовой. Парень честно признается, что денег на торжество у него нет, но он твердо решил, что женится на своей девушке и даже задумывается о детях. Интересно, своего ребенка они тоже будут растить на проекте, как многие другие участники «Дома-2»? В сети появились слухи о том, что Мария Кахно хочет прийти на проект к Роману Гриценко. Веселая скрипачка недавно сама призналась, что могла бы переспать с Гриценко на свадьбе своей подружки Майи Донцовой, где она будет свидетельницей невесты, а Рома – свидетелем жениха. Все чаще в соцсетях появляется информация о том, что Андрей Черкасов завел себе новую подругу, а Кристина Ослина об этом не догадывается. Андрея уже несколько раз видели в компании другой девушки, и, возможно, ребята даже расстались. Бывший участник Дмитрий Талыбов ответил на нападки жительницы Поляны. В майском номере журнала «Том-2» Дима рассказал о том, что в прошлом Кате Зиновьевой очень много темных пятен, которые она тщательно скрывает. Узнав об этом, девушка пригрозила парню судом, но тот заверил, что не боится разборок. Александр Гобозов наконец-то получил московскую прописку и теперь может подать заявление на развод с Алианой. Парень поделился «Теперь я получил прописку и готов подать на развод. Правда, на днях Алиана едет в Волгоград. Возможно, у нее получится отдать заявление быстрее. В любом случае, скоро нас официально разведут». Кстати, зрители в восторге от похудевшего Александра Гобозова. На сегодняшний день Саша с удовольствием радует большое количество телезрителей свежими фотографиями, на которых он демонстрирует непревзойденный внешний вид. Невооруженным взглядом видно, что между прошлым образом Гобозова и нынешним существует огромная разница. Нужно сказать, что поклонники телепроекта не стали скрывать того, что очень удивлены подобным изменениям. Ведь они уже давно привыкли к совершенно другому Гобозову, к тому, у которого виден большой пивной живот и щеки. Отмечу, что Александру удалось за довольно короткий период времени стать настоящим мачо Дома-2. На данный момент поклонники Александра буквально каждый день заявляют, что восторгаются его силе воли. По их словам, Гобозов открылся для них с другой стороны, что не может не очаровывать и привлекать. Ведь 35-летний мужчина стал выглядеть куда моложе своего возраста. Совсем недавно Алена Савкина и Илья Ябаров снова шокировали зрителей. На этот раз ребята выложили в сеть видео совместного танца на Красной площади. Большинство подписчиков раскритиковали парочку, посчитав, что участники Дома-2 жестко опозорились таким неадекватным поведением. Ребята и вовсе назвали кривляющимися обезьянами. А вы что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр! Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск. Субтитры сделал DimaTorzok